Всем привет! Это видео о том, как я приготовил лапшу из цельнозерновой муки с помидорами, грибами и яйцом. Приятного просмотра! Тесто для лапши из цельнозерновой муки я приготовил заранее. Рецепт такого теста вы можете узнать, посмотрев моё видео с рецептом пельмени. Готовое тесто раскатать скалкой на поверхности подпыленной мукой. Толщина раскатанного теста должна быть не больше 5 мм. Раскатанное тесто хорошо обсыпать мукой и свернуть, как показано на видео. Субтитры сделал DimaTorzok Далее нарезать соломкой шириной 5 мм. Нарезанную лапшу закинуть в кипящую воду, размешать и подсолить. Одну головку репчатого лука нарезать мелким кубиком. Три болгарских перца средней величины очистить от плодоножек и семян. Затем нарезать на четвертинки, а четвертинки порезать соломкой. Соломку нарезать кубиком. 300 г шампиньонов нарезать пластинами. Когда лапша закипела, дать ей покипеть на среднем огне еще 5 минут. Затем лапшу слить в дуршлаг и промыть холодной водой. 500 г помидор нарезать сверху крестом. Залить помидоры кипятком и дать постоять 5 минут. Затем очистить все помидоры от кожицы. У очищенных помидор удалить зеленую часть, разрезав их на четвертинки. Небольшой пучок кинзы нарезать как вы любите. 3 зубчика чеснока раздавить плоской стороной ножа и измельчить. В глубокой сковороде разогреть 50 мл оливкового масла. Пассеровать на разогретом масле репчатый лук около 5 минут на среднем огне. Затем к луку добавить болгарский перец и готовить еще 5 минут. Далее добавить грибы. Готовить под крышкой еще 5 минут. Затем добавить помидоры и тушить все, пока не образуется достаточно сока. После чего добавить к овощам чайную ложку соли, молотого кориандра, хмели-сунели, молотой паприки, треть чайной ложки красного острого и черного молотого перца. Затем вбить 2 яйца и перемешивать, пока яйца не станут готовы. Подарить к глубокой тарелке, положив на дно лапшу, а сверху овощи с яйцами. И посыпать кинзой. Благодарю за просмотр данного видео. Жду от вас лайков и комментариев, а также подписки и нажатия на колокольчик. Всего вам доброго!